Мотор ВАЗ-2108, 1300 кубов, механизм газораспределения. Что я хочу продемонстрировать. Здесь вот коленвал. Сейчас я возьму лампу, подсвечу, чтобы было лучше. Видно. Вон она стоит, метка. Вот здесь и туда дальше. Плохо, правда, тут отсюда видно. Ну, в общем, вот. Видно там, что метка маховика стоит установлена, то есть он по метке. Это является верхней мёртвой точкой. Ну, микрометром я вам сейчас это дело не продемонстрирую, так как двигатель собран. Так просто это не сделаешь. Ну, в общем, это является верхней мёртвой точкой. Далее. Вот он, всё, ремень. Метка распредвала. Здесь плохо видно сверху, потому что камеру нужно под углом поставить. Но её здесь просто нельзя залезть. Вот она метка. Часть щитка. То есть используется в качестве метка. И на шестерне. Дело в том, что здесь именно сам щиток указывает на шестерню. Вот сюда вот. То есть вот по линии. Вот здесь, кстати, более-менее неплохо видно. То есть вот он по линии указывает на чуть ниже. Но, дело в том, что метка ушла здесь, как в народе говорят, на ползуба. Если ремень перекинуть на один зуб, она будет не доходить где-то вот ниже метки. То есть не будет нужного положения. Для этого, для того, чтобы это всё дело компенсировать и настроить по-нормальному, используется регулируемая шестерня. И вот даже по перекрытию я хочу продемонстрировать. Вот на четвёртом цилиндре у нас перекрытие сейчас стоит. Так. Сейчас я приближу. Так. Вот оно. Вот я беру, например, тот же самый штанген. Я его ставлю на один из толкателей. Вот он. Сейчас. И вот видно, что вот он на одном толкателе стоит ровно, а на второй виде, то есть перекрытие явно в промахе. То есть нет такого четкого перекрытия. И сейчас я покажу конкретно, что толкатели стоят ровно, потому что можно сказать, что они были установлены. Ну, клапаны имеют разную высоту, поэтому и толкатели на разной высоте. Вот сейчас берём, расслабляем ремень. Вот. Так. Всё. Бросили. Вот он. Ремешок. Сейчас я его сброшу. Так. Вот он. Так. И теперь, для того, чтобы тут клапана может гнуть, ну, так как это 1300, мы где-то градусов на 90 нужно провернуть коленчатый вал вперёд по ходу движения. Вот я ещё продемонстрирую. То есть вот отверткой в первый цилиндр. То есть он в ВМТ, а этот в нижней мёртвой точке. И мы его где-то градусов на 90, то есть произвольно, проворачиваем по ходу движения вперёд. Вот. Теперь смотрим, где у нас поршня. То есть вот они опущены. То есть можно ещё, конечно, провернуть. Вот. Сейчас. Так. Вот. То есть, ну, примерно нужное положение. Потом мы его по метке найдём. Теперь можно свободно повращать распредвал. Берём распредвал и вращаем его здесь относительно метки. Немножко назад вот его возвращаем. И смотрим на перекрытие. То же самое делаем. То есть вот. Разница уже чуть-чуть меньше. Теперь проворачиваем распредвал так, чтобы кулачки смотрели вверх. То есть, чтобы посмотреть чётко на толкатели. Вот оно. Крутим метка примерно на 180 градусов находится. Вот смотрим на первый цилиндр. То есть на глаз ставим, что у него примерно перекрытие. Это значит, четвёртый цилиндр находится в воспламенении. Идёт на четвёртом цилиндре. И теперь делаем тот же самый тест. То есть, ну, наглядный пример. Вот мы штанген сюда. Вот они, кстати, кулачки. Сейчас вот тут видно. Сейчас, 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 сейчас. Они стоят наверх. То есть, вот он. Один кулачок и вон он с другой стороны второй кулачок. То есть, они наверх стоят. И вот теперь мы штангеном устанавливаем штанген на толкателе. как и в предыдущий раз. Сейчас я. Так. И смотрим. И на что я хочу обратить внимание. На то, что вот штанген стоит ровно. То есть, даже без микрометра, то есть, вот такую вот установку на глаз. Видно, что толкатели стоят друг относительно друга в принципе ровно. Что свидетельствует о том, что в первоначальном моменте, в момент перекрытия, когда один толкатель впуск был выше, то есть, он не был нажат. Как следует, штанген чуть-чуть косо стоял. То есть, оно было уже сбито. Было смещение. Вот наглядный пример того, что оно смещено. Более точную разметку распредвала, чтобы сделать. Так как это штатный распредвал, то есть, достаточно его по метке совместить. Но, чтобы сделать более точную разметку распредвала какого-нибудь широкого, любого. На данной конструкции, то есть, именно на данной головке, конечно, это желательно делать на снятой головке в реальных условиях, когда померить перекрытие клапанов. Либо уже по второму цилиндру. Но это как-нибудь отдельно я покажу. Теперь нужно установить регулируемую шестерню и выставить все по меткам. Для устранения данной проблемы по совмещению по меткам распредвала и коленвала используется на распредвале вот такая регулируемая шестерня, которая имеет две части и свободную регулировку. Перед установкой данной шестерни на двигатель предварительно нужно, то есть, она имеет свободный ход, нужно ее выставить примерно в среднем положении и в таком положении предварительно затянуть, чтобы потом при установке на мотор ее можно было отпустить и иметь регулировку, то есть, влево-вправо несколько градусов. После того, как установлена шестерня регулируемая и ремень натянут, нужно сделать несколько оборотов двигателя, чтобы ремень стал на свое место, то есть, прокрутить его. так, и вот ставим по метке. А ну дай лампу. Так, вот, показываем метка коленчатого вала. Вон она. Вот ее видно. Она стоит по метке. Теперь регулируем распредвал. То есть, регулировка вала, как я уже показывал ранее, должна в данном случае будет нормально, если вот опять, ну то есть, я так на глаз поставил, толкатели стоят не вровень в перекрытии. Иногда регулировка заключается в том, чтобы их поставить вровень. Вот это можешь показать, что что? Да, оно показано, хорошо видно. Все. Значит, что делаем? Расслабляем, регулируем вышедшительную. Она затянута, но так было предварительно, то есть, не сильно. Нужно заблокировать коленвал, чтобы он не крутился. для этого блокируем его просто отверткой в венец вставляем. И проверяем. Сначала крутим. Вот, то есть, все это дело крутится. Вот. Ставим по перекрытию. надо еще чуть-чуть его и вот примерно его положение. И обязательно смотрим на метку, чтобы метка на коленвалу никуда не смещалась. не смещалась. Вот она в принципе вот эта вся регулирует. Вот он, штанген стоит ровно. Это заснял и давай я снял. Вот. Да. После всего затягиваем шестерню. Затягивать нужно ее без фанатизма, чтобы не сорвать крепление. Так как они довольно хрупкие эти болтики. И вся регулировка. Так, давай, запускай. Продолжение следует...